Привет, друзья! Меня зовут Роман Кириллович и сегодня я хочу поделиться нашей радостью. Официально подтверждено, что вас у нас больше 100 тысяч. Это серебряная кнопочка от YouTube, которая к нам наконец-то приехала. Но я хочу не только похвастаться кнопочкой, но и тем, что в Киеве открывается первая франчайзинговая розетка. Это франшиза, к которой компания French имеет непосредственное отношение. И давайте зайдем внутрь, пообщаемся с франчайзи Романом. Это первая франчайзи розетки в Киеве, это тестовый запуск, заявок было оставлено больше тысячи. И вот Роман, один из тысячи человек, который получил право открыть первую франчайзинговую розетку в столице. Заходим внутрь, общаемся, смотрим. Там идут еще приготовления, то есть не все готово к открытию, но через полчаса будет буквально уже товар заезжать и все начнется. Кстати, друзья, обратите внимание, цвет практически совпадает. Тоже, видимо, за какие-то заслуги получили. Идем. Роман, ты тут создаешь видимость активной работы. Привет. Роман, человек, который первый пришел на собеседование канала. Когда мы отбирали по франчайзи, ты был первый и открылся первый в Киеве. Спасибо за доверие. Расскажи зрителям, чем ты занимался до этого. У тебя не было вообще предпринимательского опыта, да? Ты программист. Я, да, я в прошлом, уже в прошлом программист. Все, закончилась эта история твоей жизни. Посмотрим, может быть, если здесь... Здесь ничего не получится. Да, если вот, по сути по полкам... Да, все разобрали, да? Да, уже все разобрали. Я говорю, что для «Розетки» это пилот франшизы, а для меня это пилот в бизнесе. Да, я пробовал себя. Ну, не бухо начинать с таким брендом, правда? Ну, да. Хорошо, Ром, расскажи, какими сложностями столкнулся, потому что мы общались с тобой, вот, как бы, когда принималось решение, сколько это было? Меньше месяца назад? Да, меньше месяца назад. Что было за это время? Сложности были во время ремонта, потому что здесь было черновое помещение после строителей, то есть здесь не было плитки, не было фактически... А, это новое? Здесь ничего до этого не было? Ну, нет, здесь было, но прошлый арендатель, он, когда выезжал, он прям из стен вырывал эти провода. Так не достанься ты никому, да? Здесь, да, здесь не было проводки, здесь не было ничего, поэтому мы за две недели фактически сделали полностью вот этот вот ремонт, который сейчас вы видите. Вот, и это было очень сжато, но это было круто. А команда «Розетки» здесь в какой части помогала? Во всех, во всех вопросах, которые у меня возникали, команда «Розетки» откликалась очень быстро. Да говори, как есть. Нет, это правда. Вот, отдельное спасибо, отдельное спасибо Ирине, потому что... Ирочка молодец, конечно. Не спала ночами, но думала о твоей точке, да? Так же было? Ром, что побудило вообще заняться этим? То есть это не франшиза, которая обещает каких-то там миллионов. Мои друзья, вот программисты, они зарабатывают достаточно неплохие деньги, занимаясь вот, собственно, своей профессией. Могу зарабатывать, работая дома, 3, 4, 5 и больше тысяч долларов, просто как фрилансер. Почему ты решил не идти по этому пути, а заняться, собственно, вот таким, олдскульным бизнесом? Будучи IT-специалистом, ты не можешь увеличить свой доход X-ом. Да, то есть занимаясь ремеслом, там, IT-шным, ты будешь получать какую-то ставку. Вот, и это твой максимум, программа. А в бизнесе всегда можно развиваться, ну, как бы, как ты хочешь. Да, как ты хочешь, и можно расти практически бесконечно. То есть ты видишь для себя, что это не одна точка, которую ты можешь управлять? В будущем планируешь строить внутри розетки сеть? Моё желание – получать бизнесовый опыт, получать управленческий опыт, и потом его использовать для дальнейшего развития. Потому что такой опыт невозможно получить в IT-сфере. Ну, то есть занимаясь тем, чем я занимался. У тебя большая команда, то есть кто занимался со своей стороны? Я и моя жена. А где ж упруга? Спит? Нет, она там прячется. Там, серьёзно? Надо познакомиться. Ну, можем, можем пройти. Кем она работала, я забыл? Работала? Да. Она в аэропорту работала, как это, на стойке приёма посетителей. Ну, понятно, сейчас посетителей чуть поменьше стало. Да, сейчас поменьше стало, поэтому решили открыть точку. Ну, вы вместе, это семейный бизнес, по сути, для вас будет, да? Да, да. То, о чём мы говорим, на самом деле, что франчайзинг – это часто семейный бизнес, и обычно именно экономика франшиз большинства, потому что это средний и малый бизнес, она строится на том, что у вас не наёмные сотрудники, ну, точнее, часть работы вы делаете. То есть, по сути, франшиза – это вы себе работу покупаете. Вы знали об этом, что вы не будете здесь с первой точки сразу такими олигархами приезжать, раз в неделю забирать кассу, да, и уезжать. То есть, вы будете здесь, ну, не два-четыре на семь, но вот каждый день же. Да, да, да. И как? Вау! Ого! 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 Эти две недели были очень сложными, мы и так здесь были там с утра до ночи, и нам предстоит ещё столько же там времени провести здесь, но мы готовы. Маша, вот ваша роль в принятии решения какая? Чья идея была вообще купить франшизу розетки? Мужа. Мужа. Так? По первоисточнику. И что вы и сказали на это? Потому что вот свой бизнес – это же, ну, вы понимаете, риски, да, всегда, всегда риски, причём ещё деньги надо вложить. Можно их не вкладывать, продолжать работать на той же работе, получать, так понимаю, зарплату. Тебя ж не увольняли, не сокращали, то есть мог дальше работать. Как вы к этому отнеслись, вот, к этому решению, вот, окунуться в бизнес? Я ко всем идеям мужа отношусь очень позитивно, вообще ко всем, потому что развитие – это очень круто, я за. Я поддерживала всячески, сходу, сразу. Какая-то у вас финансовая подушка есть, чтобы, если вдруг что-то пойдёт не так? Ну, есть, конечно. Конечно, есть, это секрет. Всё нормально. Не спрашивай, сколько, но я имею в виду, что, ну, совсем там последние деньги, я так понимаю, вы сюда не вкладывали, да? Ну, как бы… Ну, не последние. Почти все. Ну, ну, скажем, да, много. Так, друзья, мы на складе, выход там. Если что, если вы будете здесь, вот туда можно выйти. Ира, как ты справляешься? Вот ты ещё сколько, месяца три назад даже не подозревала, что вот такое всё будет. Нет, ну, я знала, что у нас франшиза будет, но да. Сделано небольшую экскурсию, то есть как выглядит точка выдачи изнутри? Вот здесь склад, здесь будут находиться… Здесь склад, здесь будут находиться товары… Заказы все? Да, которые мы… Вот тут вот у нас есть комната для персонала, и там есть туалет. Да ты что. Да. Не пожалели на ремонте, и даже туалет классно выглядит. И свет есть, ничего себе. Со свечкой ходить не надо. Не нужно, да? Ну, собственно, не сильно отличается. Не сильно отличается. То есть она вообще не отличается от собственных точек, ничем совершенно. У нас есть такие же маленькие точки, которые выглядят примерно так же. Да. Да. Круто. Первый клиент уже зашёл. Здравствуйте. Как ваши дела? Здравствуйте. Я зашёл, глядываю, кто у вас открылся, что ты сушёк… Розетка открылась. Розетка. Я не отвлекаю? Нет, нет. Какие у вас вопросы, пожалуйста, задавайте. Если тебе руки не нужны… Руки? Руки нужны тебе? Пока, к сожалению. Подойдите через месяц? Да, через пару недель, да, вы подойдите, поговорим с вами. Спасибо вам. А через неделю? Фигурные отвётки можно? На розетке закажите фигурную отвётку и здесь заберёте. Я работала агентом пассажирского обслуживания, то есть это посадка рейса, регистрация. Всё, опыт огромный у меня. Слушайте, ну аэропорт – это тоже место скопления самых разных людей, с разными отклонениями. Умеете работать с такими нетипичными? О, вы представляете, 180 пассажиров в час проходят мимо тебя. Так? Да. И каждый со своими проблемами. 20 из них точно… Неадекватные, да? Да, с проблемами. Я так понимаю, в самой сложной ситуации ты будешь Машу кидать. Отбивайся. Секретное оружие. Вот Андрей, наш оператор, интересуется покупкой франшизы, и специально для него я расскажу об основных условиях вместе с Ирой. Значит, инвестиции порядка 25 тысяч долларов вместе со вступительным взносом, может быть немножко больше, может быть чуть меньше. Может быть немножко меньше, да. Чистая прибыль на уровне, мы считали, 35 тысяч гривен в месяц, но если вы работаете вдвоем, вот как Рома и Маша, то есть вы экономите на зарплате. На зарплатах, да. Мы же считали вот эти вот… Чистые люди? Да, мы считали людей зарплаты. Зарплаты людей. Если вы работаете сами, то да, у вас зарплата. Стоимость помещения, аренда, да, то есть тоже от этого зависит. Можно снять помещение там за 30, а можно за 15 тысяч снять помещение. И это опять-таки… В 35 тысячах, да, это существенная часть прибыли. Ну, у нас здесь клиентская зона. Так. Клиент приходит, у нас две кассы. Пьет воду. Пьет водичку, да. И прикладывается к кнопке. Долго я тебя ждал. Извините, это лично. Поздравляю. Да. Не хотелось бы ее, кстати, здесь забыть. Да мы, естественно, да. Да, мы интервью в основном будет посвящено мне, а ты так на фонофоне. Да, извини. Как это все работает, расскажи. То есть клиент приходит? Клиент приходит уже с заказом готовым. Ну, то есть он сделал заказ, он сюда пришел, говорит свой номер. И мы ее выдаем со склада. Ее заказу, да? Да. Заказину. Заказину. Ну, заказ этот выдаем. Человек имеет право заказать там, ну, например, несколько пар обуви. Померить. И вот, да, померить здесь в примерочной. Вот. Человек может... Как вам обувь? Прекрасно. Подошла, да? Да, человек отдает, например, две пары, забирает себе одну. Вот. И мы эти две пары отправляем назад на розетку. Вы получаете оплату фиксированную за один выданный заказ. Не важно, он был полностью выдан или частично, да? Да, да, да. И не важно, сколько этот заказ стоил. У нас есть по планам открыть 100 отделений по Украине. За следующий год? За следующий год, да. Это свои или... Нет, это франчайзинговые. Так. Это только франчайзинговые. И это порядка 10 отделений в месяц. То есть 10 отделений франчайзинговых в месяц это очень реально. Тебя хватит на это? У меня будут клошники. Тебя скакивают? Да, я буду не одна. Так, супер. И когда стартует уже? Потому что многие до сих пор мне пишут и заявки оставляют. Люди, наверное, хотят понять, когда сутки. И мне звонят, да. Они будут рассмотрены. Смотри, у нас два дня назад открылась точка во Львове. Самая первая вообще? Франчайзинговая точка у нас открылась во Львове. Сейчас мы открываем на Троещине. И мы открываем еще через два дня на Мейтуса. И это вот три точки, которые мы открываем в этом году. И они вот у нас покажут себя во всей красе. Сколько вы будете ждать, ожидая результатов этого теста? Мы нисколько не будем ждать, потому что у нас, я думаю, что мы уже видим, что все хорошо. Мы просто готовимся. У нас сейчас декабрь. Мы готовимся полдекабря, полянваря. И с февраля я планирую, что мы уже начнем активно связываться, активно общаться, активно проводить собеседование для новых точек, выбирать помещение и открываться. То есть у нас все есть для этого. Значит, планы понятны. 100 точек. Это круто, это круто. То, что говорил Слава в интервью, он видит тысячу. Не, ну он же видит тысячу, я надеюсь, не за год. Он не уточнил, но на всякий случай надо готовым быть. Планы есть 100, да. Заявок уже тысяча есть. В принципе, если всем продать, то... Кто-то откроет по нескольку, поэтому да. Ну вот видишь, Роман он хочет. На самом деле... Ну на самом деле все партнеры, с которыми я общаюсь, они говорят о том, что они хотят все больше, чем одну точку открывать. Помню, когда оставляли заявки первые еще, кто-то писал, что я в свое время пропустил вот это развитие новой почты по франшизе, жалею об этом. И я понимаю, что мне уже это недоступно, потому что новая почта не может быть вот столько, сколько людей хочет. Ну и плюс новая почта не открывается в больших городах пока, а мы еще открываемся. Киев, друзья. Поэтому действительно это для тех, кто не хочет упустить такую возможность построить внутри розетки бизнес вместе с брендом. От тебя очень многое на самом деле зависит, потому что вообще франшиза розетки, это по большей части был и является до сих пор для компании эксперимент. То есть сам Владиславчич Четкин говорил, что это эксперимент. Сейчас я понимаю, что настолько все уже закрутилось, что вряд ли эта машина будет установлена, но от твоего успеха очень многое зависит. Поэтому на тебе вся ответственность на самом деле. Да. За успех развития оффлайновой сети. То есть представляешь, сейчас это одна точка, но потенциально, если там смотреть на то, как развивалась там новая почта по франшизе, это тысячи точек. И все начинается здесь, вот на Троещине. Я могу это представить. Я, наверное, чувствую эту ответственность немножко. Готов к кровью подписаться, что все получится? Да, я уже подписался до своего дела. Ну как бы. Читал договор? Да, да. Не очень жесткий мы сделали. Очень много страниц. Ну достаточно. Сколько там? Страниц 50, по-моему. Ну да, около того. Под 50 страниц. Страниц 50, по-моему.